Дебаты 2001 года, например, возьмем. Это выборы президента Татарстана. Это бои без правил. От угроз ведущему до угроз друг другу. Это было развлекательное шоу. Если театр начинается с вешалки, то дебаты с гримерки. За несколько минут до прямого эфира здесь мы и встречаем Леонида Толчинского, опытного ведущего и политолога, директора высшей школы журналистики КФУ. Пока гример вносит последние штрихи, расспрашиваем, в чем особенности этих дебатов. И есть ли отличия по сравнению с другими выборными кампаниями на телевидении? То в чем они? Леонид Григорьевич отмечает главную деталь. Элементов шоу стало меньше. Законодатель строго отрегулировал, как они идут, правила проведения дебатов. Они стали в какой-то степени более формальными, более жесткими по регламенту, по форме ведения. Они заставляют очень сильно концентрировать мысль тех, кто участвует в этих дебатах. Распорядок мест согласно Жеребьевке. Разыгранные Центральной избирательной комиссией бесплатным эфирным временем на этой неделе воспользовались не все доверенные лица кандидатов. Мы не услышали представителей Сергея Бабурина и Ксении Собчак. Зато вместе с экспертами изучили пришедших доверенных лиц. Кто-то может согласиться с тем, что у нас получилось, кто-то поспорит. Но у факта остается фактом. Мы смотрели с точки зрения потенциального избирателя. Это мой первый опыт. И свет софитов, и все такое как-то влияет достаточно сложно. И давление даже немножко поднимается. Антон Головин, пожалуй, единственный из доверенных лиц, кто впервые на телевидении. Многодетный отец честно признается, без репетиции никак. Главный помощник – зеркало. Нет, ну, зеркало. Я вообще, в принципе, не провожу время. Потому что не являюсь нарциссом. И для меня зеркало, я вот коротко стрижен, я вот раз-раз и пошел. Ну, две минуты. Но пока у меня плохо получается. Я смотрел прошлый эфир, я глазами бегал. Сегодня я буду более так, посерьезнее относиться к этому. Представитель другого крыла коммунистов, доверенное лицо Максима Сурайкина, Роберт Садыков, чувствует себя комфортно. Для него это уже не первые дебаты. Экс-депутат Госсовета, экс-кандидат в президенты Татарстана отмечает другую особенность. Единственная сложность у меня постоянно – это нехватка времени. Мне не удается своей мысли, особенно аргументации. Я считаю сейчас так. Просто тезис какой-то выдвинуть – это сейчас уже никому не интересно. Какое-то положение лозу кинуть. Надо это все обосновать. Если не вызываешь интереса на телеэкране, то это не слушают. Я вот так с этой точки зрения посмотрел эти программы. Некоторые интересно выступают, некоторые менее интересно выступают. Коммунисты, они выступают опять-таки, манипулируя на ностальгии. Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Время выбирать» в студии Мишки. Одновременно с дебатами на телевидении на этой неделе стартовали дебаты и на «Болгар-радиусы». Всем же интересно, что не попало в эфир. Вот этот жаркий спор. Уже, говорит, нас сидеть нечего, зарплату не платят. Я думаю, что вы занимаетесь именно подкупом своих избирателей. Что вы все время сразу сдавите? Мы люди вообще, да, они сами просят. Поводом для жаркой дискуссии стал внешний вид доверенного лица Владимира Жириновского. А точнее, деталь гардероба. Марсель Габдрахманов пришел на дебаты в фирменных носках. Из стопроцентного хлопка. Для девушек, женщин у нас там синие носки, есть и красные носки. Кто более стилист такой, кто-то ходит и так далее. Мы одеваемся, чтобы показать, что мы являемся представителями ЛДПР. И мы этим гордимся. Даже непосвященному зрителю сразу понятно. Марсель Габдрахманов не только старается донести позицию эпатажного лидера ЛДПР Владимира Жириновского, но и сам пытается ему подражать. Вот вам подтверждение. Случайно. Я одеваю носки, не глядя, они все рядом черные лежат. И я не знал, что сегодня вот так мы в таком виде будем. Такой стул, как бы, как на допросе. Да, с оппонентами пообщались. Сейчас колуарно. Ну, не затрагивали тему спорта, оставили ее для прямого эфира. Ну, конечно же, есть разногласия. Но у всех, так скажем, есть одна единая цель, которая нас объединяет. Мы настроены на лучшее будущее для России. Интересная деталь. Доверенные лица от пяти кандидатов в президенты на дебатах на этой неделе не менялись. Рокировка была лишь у одного. Тимур Халиков, заместитель председателя общественной палаты Татарстана, был в понедельник на дебатах, где говорили о стратегии развития страны и точках роста экономики. Доверенное лицо Владимира Путина Анна Захматова в среду, когда обсуждали спорт. Для Анны тема хорошо знакомая. Работала на универсиаде, руководила департаментом по работе с волонтерами. Сейчас занимается проектом WorldSkills, программой «Посетитель». По Захматовой мне показалось, что это такой современный тип руководителя, общественника. Это как бы современный тип женской чиновницы. Вот. Она бодра, энергична, красива. Мы бодры, веселы. Стоп, 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 стоп. Бодры надо говорить бодрее. А веселы как? Веселее. Молодец, понял. Многие вещи говорят интересно. Иногда, так сказать, эмоционально она выпрыгивает, что ли, из образа немножко. Но в целом достаточно позитивно смотрится, свежо. Если говорить в целом о дебатах, отмечает руководитель школы ораторского искусства, ему бы хотелось услышать больше примеров из жизни. Цитат кандидатов в президенты. Владимир Соченков говорит и о выявленной закономерности. У каждого оппозиционера просматривается попытка совершить атаку на действующего президента. Все в детстве играли в игру «Царь горы». Есть такое понятие, как лобовая атака, которая бессмысленна. Я что отмечу. Мне показалось, с точки зрения технической, что очень много попыток играть дикторов телевидения. Это ручка в руках, это иногда жестикуляция с помощью ручки, это жевание губ. Иногда человек заканчивает свой блок и как-то виноват, очень поджимает губы. Мы хотим, чтобы и Центробанк тоже вернул 15 миллиардов и сам встал в очередь. Об Александре Юмановой заговорили, когда тазвали лицензию Татфонбанка. Именно она возглавила союз пострадавших клиентов. На дебатах Александра доверено лицо Бориса Титова. Соглашусь с мнением наших экспертов. Если на дебатах у нее и есть образ, то, скорее всего, это образ строгой учительницы. Мы сами разберемся. Я думаю, хорошо, что время сжато, не дает возможности разглагольствовать на какие-то ненужные вопросы. Часть кандидатов нас тянет в прошлое, часть говорит о сегодняшней ситуации. А мы считаем, что кандидат президента должен говорить о будущем. Практически из шести представителей пятеро были патриотами. А от Яблокова, извините, человек, который сразу начал говорить о том, что ФСБ ночами лазает и пробирки подменяет, что совершенно не доказано ни одним судом. Такой вывод делает политолог Владимир Беляев, посмотрев эфир дебатов за среду, и резюмирует. Все доверенные лица в Татарстане хорошо отражают позицию кандидатов в президенты и заслужат тех процентов на выборах, которые получат. Может быть, самим-то представителям кандидатов и хотелось бы более жаркой и тесной дискуссии. Но мы насмотрелись этих ток-шоу. Может быть, это даже лучше. Так удается сказать, перекрикивать друг друга, когда они будут кричать друг на друга, как это делается на Первом канале. Но ничего тогда непонятно же будет. Это лишь только первые впечатления и оценки стартовавших дебатов. Впереди еще три недели прямых эфиров. До 17 марта. До Дня Тишины. Сергей Темляков, Андрей Мохов, Роман Безменов и Хамид Шамсеев. Семь дней.